Девушки отдыхают Все Черноморское побережье На этом закончатся И террористические атаки на Крым На этом практически и Украина Все закончится Поэтому они это прекрасно понимают Вот единственные два города На которые они бросают и все силы ПВО И пытаются максимально укрепить Это Киев и Одесса Это Киев и Одесса Даже Харьков А сколько стоит взять Одессу? Я не знаю, Владимир Там остались нормальные люди Если бы решали местные Мы бы договорились Но решают, к сожалению, не местные А сколько стоит, чтобы местные стали решать? Не знаю, Владимир Владимирович Кто готов был продать все Тех уже посадили В последнее время Тот, кто готов был маму родную за деньги в цирк отправить Они уже всегда И там они продали Американцы, видите, они ребята системные работают Я вам еще раз говорю Мне потом врага нужно уважать Американцы собаку на этом съели Ну посмотрите, как они Ну красавцы просто Как они все Первое, что они сделали Отменили все законы Да Хватают без всякого суда и следствия Кого хотят? Когда? Ни одного Абрамса на поле боя не будет Вот не будет Они же, они американцы Они не дебилы Они не будут свои Абрамсы отправлять туда Чтобы они горели И на этом фоне Перед самым ответственным этапом перевооружения Европы Спалить свой бренд Там на поле боя ради чего? Но я, например, уверен в том, что они Абрамсы так и не поставят Точно так же, как они и Мне не поставят эти дальнобойные ракеты Тоже, опять же Сейчас же мы подошли к тому этапу Когда уже Европу расчехлили И ее уже подготовили Вы посмотрите, что говорит Столтин Он же говорит устами Трампа Который прилетал в Европу и говорил Ребята, вы охамели? Вы должны платить минимум 4% Они говорят Нет, нет, подождите, мы не будем Сейчас уже Столтин Нет, ну 2% это мало Давайте 4% То есть вопрос финансирования они уже решили Теперь остался вопрос Под эти финансовые ресурсы Надо обеспечить поставку вооружений Надо сейчас очень внимательно смотреть Что происходит внутри страны Вот сейчас это чувство очень обострено Справедливости И поэтому вот министерство внутренних дел Росгвардии Надо настолько серьезно реагировать На каждую попытку На любую попытку расшатать страну изнутри Вот смотреть за всем Вот безопасность наших городов Сейчас принципиально важна Вообще, наша очень тяжелая Очень тяжелая работа Тяжела? Так сказать, шапка манала Шапка манала Да, да Ну что поделать Ну бы без него никак Вот нам, девочки, надо тоже Знаете, как-то соорганизоваться К 24-му году Все-таки Владимира Владимировича Упросить, чтобы он баллотировал Я не могу представить Что будет со стороны Да Российский диктатор Когда-то слыл Любителям истории И различных красивых дат Теперь же Его данное увлечение Полностью сломано Более полутора лет Гнусной, бессмысленной Кровопролитной бойни Против Украины Могильник Существующего Исторического И политического Мифа России Мир вашему дому Вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Победить такой народ С таким настроем Невозможно Мы абсолютно Были непобедимы Да, по-моему Поклон Есть сопротивление Поклон Поклон Вы не дверь Вы представляете Какая глубина отношений Ну как же нам Не брать с этого примера Беда лишь в том Что аморальное Ничтожество Не способно Признать свое Тотальное банкротство По всем фронтам И продолжает Тянуть резину В иллюзорной надежде Как-то усидеть На авось В Кремле Раньше людей Задабривали Ну действительно Раньше Путину приходилось Какие-то ужинки Пришли совершать Чтобы хотя бы Немножко Там Поиграть В отвратительную Игру выборы А сейчас война идет Какие выборы Верховный главнокомандующий Кто его выбирает Радуйтесь Что у нас такой Верховный главнокомандующий Вот и все То есть Как бы он себя Полностью избавил От необходимости Соблюдать Какие-либо приличия И ему мне кажется Очень комфортно В этом положении Ему все нравится Ясно Ясное дело Ясное дело В ближнем кругу Токсичного политика Протекает Серьезная дискуссия Относительно Будущего Нет Будущие страны Или русского народа Правящую клику Не волнуют У них проблема Иная Каким способом Дольше Удержать власть И гарантировать Все блага Предоставляемые Оной Ты придешь в класс И что будешь делать Воровать Да Послепутинская Россия Главная тема В умах Кремлевских Функционеров Как бы это не звучало Тривиально Но Пригожинский мятеж А также Дальнейшая гибель Его инициатора Продемонстрировали Окончательный Конец Путинской Эпохи Для Украины Война стала Самым тяжелым Бедствием После Второй Мировой войны Сравнимым По ужасу и масштабу Для России Исторической Катастрофой Уничтожившей Для страны Всякую перспективу России больше нет Это впечатляющий результат Политической аксиомой Является тезис Против хорошего Справедливого Правителя Не будут бунтовать Но против Путина Взбунтовалась Самая популярная И боеспособная Военная сила РФ ЧВК Пригожина Они маршем Справедливости Подвели Жирную черту Под стабильностью Путинизма Показав Конец Общественного Консенсуса Между Путиным Сорвавшись в пучину Фейков И ложных Пропагандистских Конструктов Мы освобождаем Украину От нацистов Я говорю Им жутко повезло Что та книжка Которую вытянула Молодая рука Владимира Владимировича Из стопки Была либо Ильиным Либо Бертияевым А это ведь мог быть И Ерберт Уэллс Война миров Марсиане И тогда Тогда российские войска Освобождали бы Киев и Харьков От марсиан Которые захватили Власть Сделано это было сознательно Он повелся на поводу Политтехнологов Продавших ему Ностальгическую программу Для аудитории 50 плюс Украина напала На российские земли Можно узнать Какого числа и где Какими силами Начиная С 24 Февраля 22 Я видел это Своими глазами Но малая победоносная война Затянулась Трансформировавшись На текущем витке В украинский ответ Битву беспилотников Которая парализует Десятки российских городов И деморализует Массы Большой белый Да Прямо вот сюда Затушил Вот Потому правитель Неудачник Теперь сидит У разбитого корыта В окружении Зубастых конкурентов На его место Что теперь С этим делать Если разбирать Настроение элиты То после Путинизм Уже наступил Все Никто всерьез Не верит В то что Путин Уцелеет на своем Очередном сроке Он попросту Приелся И надоел Стал скучным И пластмассовым Интриганом Никто не сомневается В эффективности И объективности Работы Избирательных комиссий Я знаю О чем я говорю Скучно, девочки Очень скучно На передний край Выдвинута дилемма Дальнейших действий С целью Самосохранения Кланов Технически Путина Можно Законсервировать На посту Если против него Пустить Контролируемых Конкурентов Вроде Марионетки ФСБ Гиркина Стрелкова А почему Собственно Нет Чем я Хуже Путина Сидеть Где-то Подальше От людей Не понимая Что там Происходит Снаружи Я могу Подобный Расклад Еще и Подчеркнет Кто же Самый Большой Патриот Если Данная схема Сработает То тогда Усилится Патрушев И его Команда Но еще 12 лет Чекизма Являются Немыслимыми Для группы Послепутинистов Это вообще Такая Запредельная Вещь К их числу Следует Отнести Тульского Губернатора Дюмина Его Имидж Преемника Был Необходим Для Балансировки Политических Амбиций Министра Обороны Шойгу Последний Уверенно Шел К высшему Посту Особенно После Таежных Вылазок С Путиным Сергей Кожурович Но Шойгу Обнулился На войне Против Украины А потому Оказался Малополезен И балансир Так что Участие В путче И риск Ликвидации Толкают Дюмина Идти Ва-банк Радикально К послепутинистам Принадлежит Зампред Совбеза Медведев И глава Росгвардии Золотов Экс-президент Медведев Вообще-то Единственный В РФ Человек Который Подсидел Путина В Кремле Самый Реальный Послепутинист Касательно Золотова То После Путча 24 июня Он обладает Столь широким Функционалом Что способен Организовать Дворцовый Переворот И взять Власть Помимо Ярких Политических Заменителей Путина Существует И блок Технократов Вроде Премьера Мишустина Ему удается Удерживать Относительную Экономическую Стабильность А в народе К нему Позитивный Настрой Потому Его тихий Поход на Кремль Вполне Возможен Мне кажется Это одно из Самых важнейших Событий Анализируя Даже Предложенный Список Вероятных Новых Глав Кремля Напрашивается Вывод Никакой Трагедии Без Путина Не случится Он просто Бренд Который Сейчас Стал Блеклым И дорогим В поддержке Дело Дрянь Соответственно У сменщиков Все больше Шансов Переехать В Кремль А также Открыть Новую Страницу Российской История 24 года У власти 24 года И пока Не умрет Судя по всему Уходить Не хочет